Ольга Новгородова Александр Тяпченко, региональный менеджер, представитель очень известной иностранной компании, Андрей Попов сейчас зайдет, аналитик рынка труда, заходит Андрей Попов, здравствуйте господа, и единственная на сегодня дама Евгения Новоселова, руководитель группы по подбору персонала, в особенности в иностранных компаниях. Александр, первый вопрос к вам. Вот работая в иностранной компании, какие отличия в общении, например, с руководством вы заметили? Ну вот вы нам рассказывали, да, что с шефом все общаются на «ты», поскольку так принято, а вы себя пересилить не можете? Ну, не все, да, там по-разному происходит в жизни, кто-то на «ты», кто-то на «вы». У меня, да, есть проблема, человек старше меня, я говорю ему на «вы», обычно стараюсь, как-то так происходит. Вот, но тем не менее, да, есть отличие, что всем известно, что в Европе там отсутствует отчество, поэтому по имени общение происходит, так и есть. И тем не менее, вы все равно узнали, как зовут отца вашего руководителя, и пытаетесь его называть по имени-отчеству на наш манер. Да, услышал, да, в офисе, так приятно было, наш директор по персоналу обратилась к генеральному директору Ульрих Вернеровичу. Как он на это отреагировал? Нормально, совершенно, я так понял, что он совершенно не против. Евгения, какие требования выдвигают иностранные компании по поиску кандидатов? Вот у нас в Екатеринбурге. Ну, дело в том, что мы действительно работаем... Отличные от привычных, допустим, да? Да, мы действительно работаем в большинстве своем с иностранными компаниями, производителями. И основное требование, наверное, как бы это ни звучало, это в основном хотят людей также из иностранных компаний, либо крупных структурированных российских. То есть это такое требование, которое всегда мы встречаем. Вот, это связано не только с тем, да, с престижем или еще с тем, да, это именно говорит об уровне, в том числе, наверное, технологичности сотрудников, которые работают. То есть это определенный уровень бизнес-процессов, который в компании, да. Ну и, соответственно, человек, работающий в такой компании, он привык действовать согласно каким-то процедурам, бизнес-процессам. Для него это определенно. Плюс второе требование, это, наверное, соответствие каким-то личностным компетенциям, в том числе, которые свойственны той или иной компании. Но в основном это какие-то яркие лидерские навыки, активная жизненная позиция. Компетенциям. 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 Ну, горящие глаза, наверное, да. Набившие оскомину. А какие-то вот нестандартные, да, непривычные для нас требования выдвигали по навыкам, по внешнему виду, по знанию языков, допустим. Ну, действительно, я не скажу, что мы встречаемся с какой-то уж прямо экзотикой в этом смысле, но, скажем, наверное, из таких необычных требований. Бландинку, афроамериканку со знанием эстонского языка. Нет, такого не было. Наверное, вот если говорить про какие-то вот особенности, да, именно в критериях подбора, это, наверное, мы имеем речь именно с локальным, наверное, бизнесом, когда там вплоть до знака зодиака, либо еще что-то. Да ладно. Да, бывали такие случаи, и даже у нас даже был случай, когда мы искали кандидата в мастера спорта с красным диплом одновременно. Было, но это такая исключение, именно локальный бизнес. Менеджер по продажам, ну, стандартная формулировка. А если говорить про иностранные, то, наверное, вот презентабельный внешний вид для людей, которые работают, допустим, с хорикой, с клиентами, кафе, бары, рестораны. Ну, и также была одна компания, которая именно искала людей, которые занимают активную жизненную позицию в плане спорт. Например, то есть занимается какими-то экстремальными видами спорта, ведет активную жизнь, какие-нибудь увлечения. Ну, это вот соответствует типажу сотрудника конкретной компании. Андрей, скажите, вы как человек, знакомый с рынком труда, перестаньте рыться и делать вид, что вам... Да, есть камерные вопросы людям заданы. Что вам неинтересно, какими качествами вообще нужно обладать, чтобы попасть в иностранную компанию работать, и стоит ли вообще это делать? Чем работать в иностранной компании лучше или хуже? Ну, по-настоящему я бы хотел сначала отметить, что, с моей точки зрения, тут не столько важны иностранные компании или нет, вот прозвучала уже, да, эта реплика, сколько размер компаний, уровень менеджмента. Потому что в действительности, ну, за последние 10 лет очень большое количество российских компаний, крупных, как мы называемых, федеральных компаний, развиваются и там построены внутри так, что, в общем-то, их уже не отличить, наверное, от иностранных. Это первый момент очень важный. То есть, скорее, это уровень менеджмента, нежели какие-то там... Ну, подождите, все мы знаем, что все, что уровень менеджмента, бизнес-процесса, все мы берем с Запада. Они гораздо раньше нас этому научились. И если какая-то российская компания начинает соответствовать, значит, она всего лишь навсего начинает учиться у... То есть, становится западной. Нет, начинает учиться, перенимать себе хороший опыт. Ну, может быть. Я просто хотел отметить, что здесь важно, ну, скорее, понимание уровня менеджмента, чем владение. А что касается выбора, вот, по крайней мере, за последний год или два, с моей точки зрения, ну, когда там несколько схлынул кризис, как обычно говорят, исчез этот ажиотаж, существовавший до того года 3 или 4, когда люди очень-очень хотели попасть там в иностранную компанию, потому что считали, что она очень стабильная. Ну, и подобный ажиотаж существовал, наверное, в начале 2000-х годов, когда, собственно говоря, у нас здесь очень многие иностранные компании открывались где-то до 2004-2005 годов, ну, вот, если мы говорим о представительствах. В иностранных компаниях платят больше? Нет, по-настоящему, как правило, в хорошо структурированных компаниях лучше считают деньги. Жень. Система мотивации меняется как-то. Ну, знаете, момент спорный. Есть действительно компании, которые не перекупают своих сотрудников, то есть они не бьют зарплатами, они больше берут тем, что тут можно получить новый опыт, развитие и так далее. Ну, то есть говорить голословно, что в иностранных компаниях платят больше, нельзя? Ну, это такой действительно не факт. Есть компании, конечно, которые платят выше рынка, это действительно так. Единственное, что я думаю, здесь нужно сделать корректировку, иностранные компании не только там где-то платят больше, но просто они дают больше, не только мерить. Ага, про социальные гарантии, да? Не только, это имеется в виду более широкий спектр того, что человек может получить. А можно я пример приведу? Давай, визит. Есть у нас потрясающая компания, собственно говоря, ну, HP, и у меня есть знакомые, которые там работают, и недавно у них, собственно, был корпоратив новогодний. Человек, вернувшись с новогоднего корпоратива, пришел, ну, чуть ли не в слеза, в хорошем смысле этого слова, потому что это был такой семейный праздник, который он, а он первый год работает в этой компании, никогда в жизни в других компаниях не видел. То есть он на этот корпоратив поехал с женой, с ребенком, и там другие сотрудники. Это были слезы радости. Ну, это были слезы радости. Он нашел то, что для него, собственно говоря, очень важно и ценно. Он нашел компанию-семью, и это не меряется никакими деньгами для него, потому что, в общем-то, он несколько даже потерял в зарплате, когда трудоустроился осенью 2012 года на ту позицию, на которой он сейчас там работает. Александр, вот семейные ценности, насколько у вас в компании, ну, и, в общем, в иностранных компаниях по вашему опыту приветствуются? Семейные ценности, это какие? Наличие жены для мужчин и ребенка. Наличие жены, да, детей. Если совместно на новогодний корпоратив приглашают человека, приглашают людей с семьей. Есть люди, которым это важно и ценно, да, как привели пример, почему нет, ради бога. Хорошо, в иностранных компаниях нет обеденного перерыва, вроде, пишут наши зрители. Это неправда. Неправда? У них соблюдаются все законы. Абсолютно все нормы трудового законодательства. У них в плане соблюдения трудового законодательства все всегда обычно... Нашего, российского? Ну, потому что мы работаем же в поле российского законодательства, да, поэтому в основном, да. Вот, Евгения, немножко прерву вас. Давайте определимся. Во-первых, иностранные компании, вот, говорить крайне, ну, наверное, некорректно уже в нынешнее время, законодательство российское наше сделано так, что эти все производители открывают юридические лица в России. И работают в соответствии с российскими законами, прежде всего, да, то есть там общество с ограниченной ответственностью, такое-то, и все мы в России. А вот раз вы так умные, ну-ка, расскажите мне, говорят, что иностранные компании не отличают в пенсионный фонд Российской Федерации. То есть к старости можно без пенсии остаться, это правда? Неправда. Я вам на своем личном примере скажу, что компания по, ну, там, выслуге лет, скажем так, у нас так принято, начинает выплачивать дополнительные еще деньги в пенсионный фонд, негосударственный. Не буду называть, но факт. Не, я соглашусь с Александром, у нас есть ряд компаний, с кем мы работаем, у них есть программа добровольного пенсионного страхования, и действительно есть возможность, не дожидаясь, допустим, пенсии, как-то использовать этот капитал накопленный, покупка квартиры, там, либо еще что-нибудь. Мне очень хочется добавить, извините, перебью, очень хочется добавить немножко дегтя, ну, безумно хочется, простите. А история со скандалами с метро Кошенкерри, это вот что такое? Ведь это же не случайный всплеск марта 2013 года, ну, я думаю, все в курсе, когда у нас конфликт с профсоюзами. Это ведь было еще, вот я наблюдаю эту историю с марта 2009 года, когда, ну, там, сначала формировали требования, потом судились, потом добились решения, потом не могут реализовать это решение. Были такие же примеры на Кока-Коле, к вопросу о соблюдении законодательства. Это вот какой-то случай, там, не знаю, мутация. Это, возможно, частности. Это частные случаи, которые подтверждают практику? Это частные случаи. А почему тогда они такой резонанс приобрели? Ну, видимо, кому-то это было нужно. А у нас все-таки зрители конкретные. Чем все же отличается работа в иностранных компаниях от наших? Есть отличия разительные? Какие плюсы и какие минусы по сравнению с нашими? Давайте прямо попробуем по пунктам, друзья. Я готова собирать плюсы и собирать минусы. Давайте начнем с того, что прежде всего это работа. Хоть как, я работал в местной компании в городе Екатеринбурге, крупная, достаточно известная компания. Я проработал там долгие годы. Я проработал долгие годы в иностранной компании. Это прежде всего работа в любом случае. Вот человек, который задумывается, куда ему пойти, в иностранную компанию или в местную отечественную, как это назвать правильно. Он же прежде всего должен понимать, что он ищет работу, что ему придется работать. Все же понимают, что есть еще масса составляющих для человека, которые очень важны. Там работа, оплата, что обычно оплачивают. Наверное, мониторите как-то рынок? Вы же или вообще не смотрите по уровню заработной платы? Ваша позиция сейчас, сколько вы получаете? В вашей компании, не знаю, может быть, у конкурентов, если есть что-то сопоставимое в российских компаниях. Неужели вообще не сравнивали никогда? Видимо, все настолько устраивает, что нет необходимости. Вы поймите, компания определяет свою политику, в том числе в отношении заработной платы своих сотрудников. Евгения ведь сказала, что да, есть компании, которые платят выше рынка и намного выше рынка. И в нашем секторе, так называемый FMCG или в фармацеи, заработные платы в силу ограниченности рынка кадрового, они выше, чем в среднем, скажем, чем везде. Это не иностранная специфика, а иностранная специфика, скорее сектора рынка труда. Ну, так давайте исходить из того, что компании вынуждены зачастую платить больше, чем хотели бы. Вы просто вынуждены. И все же, Жень, давайте с плюсов начнем. Давайте с плюсов. Андрей, на вас оставим минусы, вы с этим хорошо справитесь. А на вас плюсы. Какие-то социальные бонусы, гарантии. Я слышала, что в некоторых иностранных фирмах выделяют определенный бюджет на дресс-код, на то, чтобы человек мог купить себе соответствующую дресс-коду одежду. Нет? А дресс-код дадите. Смешно? Нет, в самом деле, такая практика есть. Но если говорить в общем, то если среди плюсов, то, во-первых, это, наверное, стабильность, о которой говорил Александр. То есть в такого плана компаниях меньше всего случаев каких-то серо-белых схем. И даже если мы говорим про российскую компанию, где зарплата может быть выше, но она не вся, допустим, белая может быть. Во-вторых, это социальные льготы. Я имею в виду страхование, в том числе страхование жизни, трудоспособности от несчастного случая. То есть это полный пакет, как правило? При выезде за рубеж, допустим, это может быть. Есть такая опция, как компенсация фитнеса. Но в плане корпоративного автомобиля, сотовой связи, ДМС, это уже считается, ну, допустим, на нашем рынке, это норма. Что касается плюсов, не таких нематериальных, наверное, это, во-первых, возможности для карьерного роста, для собственного развития. Это к вопросу о технологичности. Да, вопрос, если продолжить минусы, да, наверное, рост, он не будет таким стремительным, и зачастую он связан с тем, что, ну, действительно... Достаточно формально все процедуры проходят. Отобрали, у меня минус. Да, простите. Вот, но плюс еще какой может быть, да, если человек, допустим, не видит возможности для роста в рамках одной компании, он будет более интересен и более ценен на рынке труда, когда он выйдет, допустим, да, для поиска. Потому что, действительно, это привлекает, это технологии, процессы, какие-то процессы. То есть за строчку, в резюме, работают. Дорогие друзья, прежде чем приступить к минусам, я вам советую посмотреть опрос, который сделали наши корреспонденты о том, что думают жители города Екатеринбурга о работе в иностранных компаниях. Здравствуйте, я Настя, и это всеми любимый традиционный опрос утерки. С детства я мечтала работать в иностранной компании. Работать там престижнее, да берут туда не всех, а только избранных. Сегодня мы решили выяснить у горожан, а чем же работа в иностранной компании лучше. Оплата, в первую очередь. Перспектива уехать. Да не знаю, русский народ вообще любит иностранные названия, думаю, только этим. Условия работы, может быть, лучше. Ну и зарплата больше. Реже обманывают. Ну, может быть, там стабильнее, что ли? Вот только это больше, что у нас стабильности же нет. Униформа моднее, все. Может быть, изучение иностранных языков привлекает. Может быть, частые выезды за границу по работе. Престиж, может, какой-то зарплата. Уровень свой повышает. Где-то условия труда улучшены. Я думаю, что, прежде всего, связано с желанием отдельных лиц покинуть страну и в дальнейшем как-то построить свою карьеру так, чтобы была возможность поехать жить в другое место. Жень, Андрей, минуточку все же. Это правда, что работая в иностранной компании, есть возможность почаще выезжать за рубеж? На стажировку, в командировке? Вы знаете, наверное, я отвечу, что скорее нет. Почему? Потому что, в основном, да, здесь и существует поле для всех этих активностей. Обучение обычно высоко развито и необязательно. Но, конечно же, есть какие-то такие в ряде компаний, это мы говорим в основном о крупных, где действительно есть такая возможность получить такой интернациональный опыт, то есть как стажировку, да, либо там действительно дорасти до какой-то позиции и, соответственно, получить такой промоушен, скажем. Но это не факт. Если вы приходите в иностранную компанию, вы уезжаете из страны. То есть это не знак равного. А насколько реально за счет иностранной компании выучить иностранный язык? Как правило, на входе пытаются брать уже со знанием языка? Или все-таки вкладывают? Ну, действительно, вы правильно отметили, что на самом деле мы сейчас наблюдаем, что требование к достаточно приличному уровню владения иностранным языком, английским, это такое требование достаточно частое. Вот некоторые компании действительно вкладываются в обучение сотрудников, но это зависит именно от бизнеса и от того, насколько он востребован действительно. Большинство менеджеров даже самого высокого уровня порой не используют английский вовсе в своей работе. Андрей, давайте к минусам. Прямо руки чешутся. По-настоящему у меня украли самый главный минус. Вот поэтому я добавлю, прокомментирую. То, что мы сейчас проговаривали, когда проблемы с карьерным ростом. То есть тот карьерный рост, ну, по крайней мере, как считается, мы сейчас, может, мифы некоторые озвучим, да? Но считается, что карьерный рост в российской компании, особенно если она развивается стремительно на каком-то молодом рынке, существует, он потенциально более динамичен, соответственно, вы можете быстрее стать начальником, как многие хотят. Почему? А с чем это связано? Ну, в российской компании с чем это связано? С тем, что появляются новые филиалы, открываются новые отделения, там, структуры увеличиваются в разы, соответственно. И они не боятся на руководящей должности брать все-таки свои. Да, но зачастую они просто смотрят и понимают, что некого больше поставить. Давайте поставим кого-то из тех, кто есть, если уж говорить честно, да? Вот. Но официально это заявляется, давайте брать из своих. Дальше. Формализм. Формализм, вот, не знаю. У меня такое ощущение, что формализм, это, конечно, минус очень многих компаний, но не иностранных, а просто крупных. Любая крупная структура, она бюрократизирована по определению. Поэтому, да, если вы пойдете в крупную иностранную компанию, столкнулись с формализмом в определенной степени. По крайней мере, формализм субъективный, я понятен. А правда, что в иностранных компаниях прослушивают телефонные разговоры, читают почту, в том числе и личную, везде жучки? Это миф. Это миф. Не знаю, мне кажется, это какое-то последствие недоверия. Я не знаю, никакого особого контроля большего, чем контроль в некоторых сумасшедших русских компаниях, ни в иностранных компаниях нет. Иностранная компания – это определенная система взаимоотношений. Вот абсолютно верно, Александр отметил. Вот в чем, не знаю, плюс иностранной компании, все-таки я тут затрону плюс и подчеркну. В хорошей иностранной компании – это, прежде всего, возможность профессиональной самореализации. Стабильность не в плане «Ой, я буду там 10 лет сидеть на окладе», а стабильность в отношении того, что у меня есть гарантированная возможность профессиональной самореализации. Она может вырасти даже в то, что вы смените профессиональную сферу через какое-то время. Это вполне реально. А я слышала, и вообще, правда ли это, что в западной компании скорее сделает карьеру человек, являющийся хорошим исполнителем, нежели креативный, инициативный такой уральский парень? На какой работе? Если это банковские служащие, то для него исполнительный. В принципе, инициативы не приветствуются. Почему? Нет, тут достаточно широкий вопрос. И на самом деле, вот здесь сложно говорить однозначно. Но вообще, в большинстве случаев, компаниям нужны люди, которые способны, которые обладают определенной проактивностью, которые действительно могут выходить с инициативы, предлагать какие-то идеи, но при этом подкрепляя это какими-то конкретными цифрами, результатами. То есть инициатива должна быть как-то уместна. То есть инициатива должна следовать. То есть когда ты сделал всю свою работу, 101% должна быть инициатива. В том отношении, что проактивность, ну если развивать ваши мысли, я правильно понял, если проактивность, она должна быть после того, как ты хорошо сделал то, что, собственно говоря, тебе полагается сделать. Ну, естественно, никогда не бывает там, нужно всегда стремиться к совершенству. Его никогда невозможно достичь 100%. Всегда есть что улучшить. Я думаю, в этом ключе. А внешность имеет значение? Если я компетентный специалист со знанием языков, но при этом с дредами, есть вариант, что меня возьмут? Есть? Компания Google вам, что называется, поможет? Ну, конечно, в компаниях есть какой-то негласный, да, дресс-код, которому там нужно следовать. И, ну, если говорить про дреды, ну, смотря в какой сфере этот человек ищет работу. Google, в принципе, приветствует все нестандартное. Ну, почему нет? Нет, смотрите, вот очень отличный пример, но, к сожалению, у человека, который мне его рассказывал, вызвал некоторый негатив. Банк БСЖВ, собственно говоря, Банк СССР, Генеральный Восток. Там достаточный либеральный дресс-код, при том, что это банковская финансовая структура. И просто клиент, который присутствовал в банке, говорит, что, ну, как-то отправьте сотрудников поучиться у Сбербанка, вот как должны банковские сотрудники выглядеть. То есть было некоторое ощущение того, что вот то, как компания позволяет сотрудникам одеваться, ну, как бы в банке так быть не должно. Достаточно свободно, повторяю, несмотря на то, что вроде бы и западная компания, и финансовая структура. Кстати, а по поводу дресс-кода. У меня есть интересный пример. Один из наших клиентов – это компания, которая занимается производством элитного алкоголя. У них важно, чтобы человек, который работает с клиентом, выглядел соответствующе. Он был презентабельно выглядел. Соответственно, должен клиент понимать, что вот пришел такой-то человек из такой-то компании. Но, согласитесь, это вопрос такой достаточно интимный, да, сказать человеку, что ты выглядишь не так. Поэтому они сделали что? Они взяли ведущих представителей, ведущих каких-то глянцевых изданий. Соответственно, они разработали гид по стилю, издали это в таком красивом переплете. Сделали презентацию, даже сняли такой мотивирующий ролик, да, шуточный. Как сотрудники, используя новый, там, такой, получается, инструмент в работе, да, достигают результата. Ну, там, конечно, были такие совершенно абсурдные вещи, вроде как айтишник, там, у него вся техника заработала, секретарю ставят лайки в соцсетях. Да, но, тем не менее, это сработало. И там конкретно даже, вот у меня тоже есть такая книга, они мне подарили. И там, действительно, как ты выглядишь на вечеринке, на мероприятии, у клиента, в отпуске, в командировке. То есть, такой тулбокс, скажем так, для... Комментируют наши... Я могу сказать, примеры с жизнью, коротенькие. У нас в Перми есть клиент давнишний, с которым мы давно работаем. Я, правда, наблюдал, там, человек, который вырос, там, с руководителя отдела продаж до генерального директора. Когда он был руководителем отдела продаж, у него была очень своеобразная прическа, и при этом в волосах был, вот, такой пук был выкрашен в какой-то фиолетовый цвет. Ну, все ходили так, смеялись, какое-то такое чудо местное, вот. А при этом, когда он дорос до позиции генерального директора, собственник предложил ему занять этот пост, он к нему подошел и сказал, Алексей, у меня единственное к тебе условие, пожалуйста, вот это убери. Все. Андрей, скажите, какие-то чисто уральские, да, наши, екатеринбургские ментальные особенности чем-то могут быть непонятны иностранным работодателям? Сталкивались ли, может быть, вы, Женя, с тем, что вы предоставляли кандидата, они говорили, да он же с Урала, как в том фильме. Нет? Ну, наверное, нет. Единственное, что может быть непонятно, да, это, наверное, ну, хотя всем, в иностранных компаниях в России работают русские менеджеры в основном, да, и такие вещи, как там долгие новогодние праздники, там какие-то выходные, Пасха национальные, Ой, где бы нет, вот, если бы не работали. Лишь бы нет. Вот, ну, это вот просто особенность, с которой все мирятся, ну, а так каких-то явных таких вещей мы не встречаем. И что мы привыкли позвонить руководителю экономики, сказать, так плохо себя чувствую, пожалуйста, денечек, отдохнуть, ребенок заболел, посижу, без больничного, без ничего, просто на доверие, возможно ли в иностранных компаниях? Возможно. Возможно, конечно. что три дня в год, в принципе, без больничного, пожалуйста, в любой момент поставь руководителю в известность, что ты заболел, ну, это нормально. Лучше один день отлежаться, чем потом две недели пропасть вообще, довести себя на состояние, там. Нет, это нормально по-человечески. Неужели западные компании тоже это понимают? Они это понимают, потому что, вы знаете, здесь важный момент, что компания относится к своим сотрудникам не как к инструменту, да, достижения какого-то результата, а как к ресурсу, соответственно, они вкладываются много в сотрудников, и, мне кажется, вот эта ситуация, о которой мы сейчас говорим, она более приемлема в данном случае. Скажите, а почему мы говорим только вот о западных, о европейских компаниях? Может быть, есть что-то арабское, арабское интересное, китайское, кто-то сталкивался? Мы не работаем, честно, с такими компаниями, поэтому не могу поделиться. Какие-то знания, Андрей, вы сталкивались, нет? Ну, могу поделиться, правда, таким косвенным примером. Дело в том, что у меня сейчас супруга работает в японской компании, вот, и её коллеги до этого работали в Тойоте. Ну, в общем-то, корейские компании, если говорить в качестве, там, примера, восточных компаний, они, ну, они, по сути, американские, если говорить по уровню менеджмента, по стилю, то есть там даже наняты азиатские специалисты, которых очень много, естественно, и среди руководителей компании они как-то не продвигают азиатский стиль управления. А вот компания Тойота, это, да, это армия. Ну, то есть это просто корпоративная культура конкретной компании. Гимн с утра поют? Ну, да, очень жёсткие правила, очень, ну, по крайней мере, я говорю сейчас скорее про те отделения, которые существуют крупные, где достаточно большое количество руководителей, воспитанных вот в этой стилистике. Есть некоторые отступления, но это вот, у меня пример просто с Дальнего Востока, с Владивостока, где вот очень жёстко, буквально по армейскому дисциплину в компании, где, да, действительно есть все эти вещи с гимном, с корпоративной культурой, которые вот так и вот так, и никак по-другому. Но, повторяю, это не японский менеджмент вообще, то есть он не отличается вот только такими. Это конкретная компания. Это конкретная компания Тойота, и здесь, так как компания гигантская, просто она сформировала свою внутреннюю какую-то государственную, что ли, культуру, так и развивается. А то, что вот мы в фильмах видим, в американских все бегут на работу с чашечкой кофе, садятся в свою вот эту клетушечку с этим кофе, можно на рабочем месте пить, есть, общаться с коллегами? Ну, почему нет? Мне кажется, что ещё немаловажно стоит отметить, что в большинстве компаний есть специальная зона, в том числе для этого, какой-то, знаете, там, не знаю, ну, допустим, я была... Зоны-то у всех есть, кухонка, уголочек, курилка. Ну, а вы имеете в виду на рабочем прям... Да, приятно же за компьютером посидеть, попить кофейку. Ну, вообще, да, почему нет? Потому что мы же говорим про комфортном каком-то, да, взаимодействии, это же тоже важно для сотрудника ощущать себя комфортно, да, поэтому, ну, в рамках дозволенного, конечно. Есть просто интересный момент, не знаю, насколько он позволит нам обобщить опыт по иностранным компаниям, но просто параллель из того, что сейчас мы наговорили. Вот даже когда Александр приводил пример про, ну, там, неформальный больничный, да, он приводил пример, что вот есть три дня, они прописаны в документах, да, и ты можешь без проблем, но это прописано в документах. А тот вопрос, который, собственно, и по поводу отпроситься, и по поводу чашечки кофе, он вопрос по поводу, ну, некоторого такого права на нарушение правил, по сути-то своей. То есть, всё-таки, мне кажется, в иностранных компаниях, ну, если так уж попробовать, отличия выделить. Да, там есть очень разные подходы к организации рабочего пространства и времени, да, но, как правило, их стараются формализовать. Ну, то есть, у нас можно вот это и вот это. У нас может быть много, что можно, но обычно это прописано, так или иначе. Я, так сказать, вставлю пять копеек. Нужно даже. Вот у нас компания, она производственная. Две производственные площадки размещены в России, в частности, да, помимо Европы. Я вас уверяю, что вопрос там, право на нарушение правил на производстве, это... На производстве речь не стоит. Ну, это же иностранная компания, да? Это же техника безопасности. Нет, об этом речь вообще не идет. Это технология производства, которую, ну, ни в коем случае никто... Мы говорим именно про офис. Ну, вопрос офиса, ну, мы же все живые люди, работаем в коллективе, в живом организме. И там, мы все равно с вами, мы, если пошли там выпить чашку кофе с коллегой, это же не значит, что мы стоим и треплимся о том, что мы вчера там в парикмахерской или по телевизору видели. Зачастую решаются рабочие нормальные вопросы. Женя, к вам вопрос от зрителя последний. Как одеться на собеседование, что произведет благоприятное впечатление работодателя, я так понимаю, если ты хочешь устроиться в иностранную компанию? Ну, тут, во-первых, наверное, зависит от того, в какую компанию человек идет, да, то есть, если мы говорим в общем какие-то рекомендации, да, то, ну, обычно мы, наверное, рекомендуем какой-то строгий стиль. Не обязательно это быть в костюме, да, с белой рубашкой, но что-то приближенное к строгому стилю, чтобы ничего не отвлекало от вашего лица и от того, что вы говорите. То есть, какие-то большие, крупные аксессуары, какие-то ненужные вещи дополнительные. Да, которые отвлекают, конечно, нужно, да. То есть, это обязательно, это опрятный внешний вид, чистая одежда, да. Ну, это как, да, как, собственно говоря, да. И общая опрятность. Андрей, а давайте резюмируем. Я правильно поняла, что, в принципе, большой разницы между иностранной и западной компанией и большой развитой компанией российской особенно и нету? Я считаю, что их все меньше и меньше. Их все меньше и меньше. Потому что, как вы справедливо отметили, на российские компании учатся. У западных, ну, надеюсь, что хорошему, вот, хотя не всегда. Соответственно, некий уровень менеджмента, да, он прививается и в российских компаниях. Поэтому мы скорее говорим об отличиях небольших и не структурированных, и крупных, и формализованных. Все эти различия с каждым днем становятся мифами все больше и больше, правда? Друзья, каждый волен сам выбирать по себе женщину, религию, дорогу и работу. Вам решать, в какой компании работать, самое главное, чтобы вы это делали профессионально. Всего вам хорошего. Продолжение следует...